Привет, меня зовут Катя Фомина, я брокер по продаже недвижимости в Bay Area в Калифорнии уже лет 14 с копейками. Многие меня спрашивают, куда же вкладывать деньги? Если есть деньги, если есть уже дом, где человек живет сам, есть лишние деньги, то в какую инвестицию по недвижимости их вложить. Вы знаете, у всех, конечно, разные интересы, разные цели, разные финансовые возможности, то есть я не могу сказать точно, вот вкладывайте в это, что сама бы туда вкладывала, но есть разные варианты, то есть можно обсудить варианты и тогда вы, наверное, со своим финансовым консультантом или с риэлтором уже обсудите именно вашу позицию и решите, куда же лучше. Некоторые вкладывают в другие штаты, например, да, там есть или мультиквартирные какие-то комплексы, куда ты можешь вложить как партнер, да, то есть ты можешь какую-то часть денег вложить и тебе будут приходить дивиденды там раз в месяц. Можно в каком-нибудь Канзасе или во Флориде купить дом там, не знаю, за 100-150 тысяч и нанять компанию, которая будет заниматься менеджментом, которая будет искать тебе арендателей, снимать деньги и тебе, соответственно, раз в месяц присылать какую-то прибыль. Если же мы говорим про БР, то здесь все-таки люди инвестируют больше не с целью получать доход ежемесячно, а с той целью, что твоя недвижимость, дом будет расти в цене, потому что здесь соотношение рента и цены дома настолько велико, что даже если ты 25 процентов вложишь в какой-нибудь дом или в квартиру, то рентом не окупится твоя ипотека. Поэтому в БР вкладывают, опять же, как я уже повторюсь, с целью того, что эта недвижимость будет расти в цене, потому что в БР она всегда растет быстрее и выше, чем в каких-то других штатах. А если вы покупаете в других штатах, там вы покупаете с целью, это называется, cash flow. То есть, ваша ипотека по размерам меньше, чем рент, и вы раз в месяц получаете вот эту разницу, этот доход. Если вы вкладываете здесь, то здесь еще очень важно учитывать, в БР у нас и в Калифорнии рент-контрол. Это когда ты тенанта почти не выгонишь, даже если они не платят. Особенно в Сан-Франциско, в Беркли, в Сан-Хузе, там рент-контрол самый жесткий. Поэтому многие говорят, что если вы вкладываете с целью сдавать, то, наверное, лучше сдавать в каких-то красных штатах, да, республиканских, потому что там законы по рент-контролу не такие жесткие, как здесь. Вот, еще, конечно, можно посмотреть сдачу, покупку с целью сдачи на кратковременный срок, как Airbnb. Но тут мы тоже должны учитывать законы, потому что в разных городах разные законы где-то можно сдавать, где-то нельзя. Если вы покупаете квартиру и там Homeowner Association, HOA, то там, скорее всего, нельзя сдавать на короткий срок. Вот, то есть это тоже все надо учитывать. Если у вас есть еще ко мне какие-то вопросы, подписывайтесь. У меня там вот внизу в комментариях ссылки на все мои соцсети. Комментируйте, задавайте вопросы. Буду рада помочь. Пока-пока.